Ну, во-первых, что хочется сказать, что сейчас, конечно, все ждут шагов от государства, все знают, какие меры предпринимаются в странах Запада, в Соединенных Штатах, все это очень бурно обсуждают и ждут чего-то подобного от нас. Конечно, ситуация везде разная. Какая ситуация у нас, чтобы понимать? У нас сейчас непродовольственный ритейл упал практически до 100%, за исключением некоторых сегментов общепит, 100% падение. Что касается продовольственной торговли, да, у крупных торговых сетей пока все неплохо, пока, но мы ожидаем уже на следующей неделе, наверное, спада. В любом случае он будет, потому что покупательская способность населения не повышается, так мягко говоря. Люди сделали огромные запасы и, конечно, спрос будет падать. Что касается не сетевой розницы, условно малого бизнеса, а продовольственной, то там уже в апреле месяца 60, даже больше процентов субъектов предпринимательства говорят, что выручка у них упала более чем на 50%. То есть эта ситуация в обществе близка к катастрофе. Надо просто называть вещи своими именами, иначе мы неправильные, иначе мы будем где-то витать в облаках. Что означает потеря не сетевой розницы? Это автоматически влечет в потерю мелких и средних производителей. Просто вот это прямая связь. То есть нужно говорить прямо, что если сейчас этот сегмент рухнет, то, значит, следовательно, мы потеряем мелкое и среднее производство, мы потеряем производство хозяйств населения, но целый какой-то огромнейший сегмент. Что касается спроса. Спрос, к сожалению, быстро не восстановится после снятия ограничений. Нельзя ни в коем случае неправильно говорить, что вот, допустим, там такого-то числа снимается ограничение, и все. И поехала. Выручка пошла вверх и прочее, и прочее. К сожалению, видимо, так не произойдет. Видимо, шок от этого, в том числе психоза, который во всем мире нагнетается, таков, что, ну, вряд ли люди сразу же пойдут в рестораны. Даже не по причине того, что ограничения закрыты они и прочее, а просто изменяется отношение людей к действительности. Люди будут более внимательными к тому, чтобы не посещать людные места. Во всяком случае, это продлится какое-то время. Соответственно, встает вопрос о том, как дальше будут существовать торговые центры, даже после снятия всех ограничений. То есть мы сейчас стоим перед совершенно тектоническими сдвигами в потребительском поведении, и, соответственно, будут соответствующие сдвиги в экономике. Что касается мер поддержки. Мы бы условно разделили их на две части. Первая часть – это то, что нужно предпринимать немедленно. Мы возьмем идеальную ситуацию. Наше министерство, как, наверное, многие знают, и ряд коллег, присутствующих на конференции, участвовали в этой работе. Мы предложили комплекс мер, именно комплекс мер, которые, ну, так сказать, мы его посчитали, обсчитали, или, как продвинутые чиновники говорят, оцифровали, для непродовольственной торговли общепита сектора торговых центров. Но он вполне актуален и для всех остальных секторов. Это комплекс мер, начиная от налоговых мер, далее арендная амнистия, кредитная амнистия, меры поддержки банка со стороны Центробанка для того, чтобы закредитованные арендодатели, прежде всего торговые центры, могли предоставить арендную амнистию. Ну и далее меры, касаемые трудовых отношений и поддержки конкретных, высвобождаемых работников со стороны государства. Но часть этих мер уже реализуется, слава богу. Ну вот, в частности, вот последние меры в размерах МРОД, значит, реализуются, но здесь надо двигаться дальше. Какой ключевой посыл наших предложений? Основной посыл в том, что отсрочка, что такое отсрочка для бизнеса, отсрочка уплаты налогов, или отсрочка уплаты арендной платы, это просто отсрочка банкротства, все, надо называть вещи своими именами. Поэтому, когда мы говорим, что, друзья, вам будет налог на имущество начисляться, но вы его можете заплатить потом, а потом, вот как я только что сказал, мы не знаем, какой будет спрос, и никто не знает, какой будет спрос. Будет ли он вообще в данном сегменте, понимаете? Мы стоим перед ситуацией, когда мы не знаем, что будет после. Никто этого не знает, я даже думаю, присутствующий здесь Минэкономразвитие. Вот, не знает это никто. Поэтому говорить о том, что потом все наладится, и вы заплатите потом, это очень такая опасная история. Поэтому мы считаем, что должны быть не начисления, вот, должны быть не каникулы какие-то арендные, а амнистия. То есть всем не начисляется какой-то период, ни налоги, ни арендная плата. Соответственно, должны быть меры поддержки, там, по банкам, со стороны Центробанка, для того, чтобы они соответствующие меры по кредитам приняли для арендодателей, ну, и не только для арендодателей. Вот. Если работодатель держит персонал, по сути, при нулевой выручке, как сейчас происходит, они держат персонал, ну, соответственно, конечно, справедливо им было бы не брать с них социальные налоги, налоги с фонда оплаты труда, не начислять с НДФЛ, потому что, ну, это, конечно, было бы справедливо. Тем более, если хозяйственный субъект берет кредит под 0% для выплаты зарплаты у банка, по сути, наращивая свой долг в условиях неизвестности, что будет потом, то, если с зарплаты, которую он выплачивает, с этого кредита начисляется 13% НДФЛ плюс социальные налоги, он, получается, кредит совсем не беспроцентный, а получается, сколько там, свыше 40%, если не мелкий бизнес, правильно, да? Ну, вот надо называть вещи своими именами, понимаете? Значит, поэтому меры мы предложили, мы, так сказать, продолжаем их обсуждать, где-то настаивать, где-то дискутировать, надеемся нас поддерживать. Первый, мы вырабатываем вместе с бизнесом. И, наконец, второй момент, который тоже, я буквально еще минуточку, значит, нам нужно понять, точнее, обсуждать, что будет потом. Мы должны сформировать сейчас регуляторную среду на потом. И это потом мы уже сейчас знаем, что оно будет совсем непростое для бизнеса. Поэтому мы сейчас вот думаем над предложением, если вот был раньше модный термин регуляторная гильотина, да, мы сейчас считаем, что надо думать о регуляторной амнистии. Нам нужно сделать такие сейчас льготные правила для бизнеса, отменить все, что только можно отменить, за исключением того, что вот непосредственно влияет на жизнь и здоровье. Вот все, что можно, просто отменить, значит, забыть про всякие там излишние требования, чтобы, когда все это закончится, а это, конечно же, закончится бизнес, жил совершенно в другой регуляторной среде. Пересмотреть все, что касается лицензирований, значит, сертификаций. Хочешь ты экспортировать, пожалуйста, экспортируй, ради бога, без всяких, ну, грубо говоря, без всего. Вот, произвел ты что-то, производи. Хочешь ты продавать, продавай, хочешь продавать с автомашины, продавай с автомашины. Вырастил ты мешок картошки, должен иметь возможность продать. То есть мы должны создать такие правила, чтобы каждый, кто хочет что-то делать, вот что он хочет делать, за исключением того, что прямо вот как-то очевидно запрещено там оружие, наркотики и так далее, да, вот он мог иметь возможность это делать без всяких каких-то административных издержек. Вот, собственно говоря, вкратце, что хотелось бы сказать. Хорошая идея. Я единственное свои, знаете, вот эти противные журналистские пять копеек сейчас вставлю. Я вас умоляю, ну, вот не называйте только меры негативными какими-то словами с негативной коннотацией. Вот амнистия, гильотина, это очень плохо. Вот я вот как человек, работающий со словом, у меня там, ну, зеленая улица, ну, какие-то есть положительные вещи. Потому что если она амнистия, значит, я до этого был преступником, да, вот, а мне сейчас выписали амнистию. Гильотина, ну, она не может быть хорошей, вот я не знаю. Хотя, вот я, в принципе, все, что вы сказали, я, не знаю, ну, полностью поддерживаю. Единственное, конечно, мне кажется, что чем больше вот будет таких мозговых штурмов, тем лучше, потому что действительно мало кто понимает, что будет дальше. Никита, и вот я Кириллу этот вопрос задам, но сначала, если позволите, вам этот вопрос уже я в чате вижу. Вы часто сталкиваетесь с тем, что вам бизнес или просто вот наблюдатели, будь то журналисты, просто какие-то комментаторы, если вы мониторите соцсети, говорят, что не работают меры эффективно. Вот Андрей пишет, коллеги в господдержке отказывают по формальным причинам, она не работает эффективно. Вы часто с этим сталкиваетесь? Что можно с этим делать? Никита, расскажите, пожалуйста, я вот Кириллу потом этот вопрос тоже переадресую в Минэк. Да, конечно, 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 мы сталкиваемся с этим. Значит, ну, мы непосредственно формируем вот регуляторную среду, мы сами меры поддержки не предоставляем, поэтому претензии эти, слава богу, не к нам, но они повсеместно звучат. Здесь единственный выход, ну что, быстро, без всяких вот каких-то бюрократических проволочек, менять правила на самые простые. Ничего страшного, да, там, мы привыкли за последние, там, 10 или 15 лет, мы настолько все забюрократизировали, что выдать деньги, даже если они есть у государства, просто быстро невозможно, меры оказать поддержки быстро невозможно, принять какой-то нормативный акт быстро невозможно, все это обрастает огромными согласованиями. Ну, надо просто сейчас, да, сейчас критическая ситуация, нужно все это, грубо говоря, отменять, сокращать все эти вещи. Вот единственный выход. Просто вот все вот эти снизвения согласования и прочее, так сказать, отменять, да, будут какие-то злоупотребления, естественно, ну что ж теперь поделать, но, так сказать, здесь риск просрочки, или как правильно сказать, риск того, что мы долго слишком будем решать больше, чем какие-то злоупотребления. Согласен полностью, да, но иногда нужно, да, самому все эти меры, как бы попытаться испытать и на себе, в том числе, вот министр экономического развития, да, звонил по банкам, все это как-то над этим так постебались, хотя, на мой взгляд, это просто грамотное и очень такое мужественное решение. Поэтому, да, вот просто все лично попробовать, а работает ли оно. Кирилл, как вам, вот, кажется, поток этих заявлений, обращений, что не работает эффективная мера поддержки, он меняется? Ну, я надеюсь, все-таки в сторону сокращения этого потока. Или как вот их было много, так и остается. Что вы делаете? Ой, включите звук, пожалуйста, не очень его слышно, наверное, вы отключили сейчас этот динамик. Да, да. Вот, 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 слышно, ага. Поток обращения о том, что мера поддержки не работает, он в данный момент не то, что не падает, он только нарастает, потому что и мер больше, и тех, кто хотел бы их получить больше, и тех, кому они реально нужны, их становится больше. Ну, вот, самый яркий пример, это правильно, министр экономического развития, который попробовал получить кредиты в двух банках, и это не... Не удалось ему. Не получилось на тот момент. Вот, ну, здесь действительно, наверное, ситуация, когда необходимо определенное, определенное ручное управление для того, чтобы вот институты, которые подключены к работе по предоставлению мер поддержки, работали бы быстро и эффективно. И, ну, я соглашусь, Никита, конечно, устранять бюрократию как в госорганах, так и в государственных институтах и в банках. Да, ну, пожалуй, да. Давайте посмотрим, что происходит на региональном уровне. Вот, да, простят меня московские подмосковные коллеги, мои родные, любимые регионы. Ну, все-таки я вот коллегам туда вот чуть дальше пойду. Давайте вот с Краснодарского, с Краснодарского края начнем. Руководитель департамента потребительской сферы регулирования рынка алкоголя, Роман Куриной. Ну и, Роман, ну, судя по тому, о чем говорили коллеги, то есть вот в вашей епархии, в вашей сфере, в принципе, должно быть все относительно неплохо. То есть потребительский сектор, и уж тем более, если мы говорим о рынке алкоголя, здесь должен быть повышенный спрос. Хотя, видимо, вот эти призывы каким-то образом обуздать поведение россиян, они все-таки докатываются и до вас. Вопрос, как на это реагировать. Что происходит в сфере, во-первых, бизнеса, работающего в этом направлении, в вашем регионе, и насколько вообще настроение у бизнеса у вас такие тревожные? Расскажите. Коллеги, всем добрый день. Настроения на самом деле есть тревожные. На самом деле, наверное, не такая, может быть, радужная ситуация, как нам хотелось бы ее видеть. Более-менее себя чувствует торговля продовольственная. Мы здесь прогнозируем по итогам апреля падение порядка 15%. Сегодня видим в некоторых сегментах больше. У сетевиков все более-менее ровно, как сказал Никита Вячеславович. Вообще, хочу сказать спасибо за понимание, Никита Вячеславович, ситуации и абсолютно правильное ее формирование, той поддержки и формулирование вообще всего, что происходит. Потому что на самом деле мы на региональном уровне дополнили федеральную перечень 20 позициями тех пострадавших отраслей, предусмотрели аналогичные меры для них на территории региона. Но, как вы абсолютно правильно сказали, это очень отсроченный эффект. Это не буду называть какими-то другими словами. То есть понимаем, что сейчас, пока дали отсрочку на уплату этих налогов, как то и арендных платежей, и всех платежей, нам нужно параллельно заниматься, и мы этим уже занимаемся, думать над тем, какую поддержку реальную оказать, чтобы они не столкнулись с тем, что им единовременно придется в октябре и в ноябре эти суммы заплатить, которых у них нет, потому что они просто не работают. Как, значит, отрасли, которые больше, наиболее пострадали, естественно, у нас это общественное питание, и пока остаются предприятия закрытыми, работают только на доставку, здесь снижение оборота произошло у них порядка где-то 85%. То есть для многих это смерть и подобное. Поэтому здесь я хочу обратиться к представителям Министерства экономического развития, если Татьяна Александровна присутствует, Илющникова, сказать, поблагодарить за поддержку. У нас субъекты МСП, имеющие подакцизный товар, по 209 закону ст. 14.15 не могут претендовать на поддержку, на получение помощи именно подакцизный товар, а практически весь общепит, он имеет лицензию на реализацию алкоголя. Поэтому здесь мы услышаны. Вот пока нам сказали, что да, можно и будет это оказано, дальше будет какой-то нормативный акт, но самое главное, что нас поддержали, и я думаю, что это вопрос не только нас, а касается абсолютно всех регионов. Спасибо. Что касается алкоголя, здесь на самом деле у нас рост небольшой, мы вот посмотрели по ЭГИ за весь период введения тех ограничений, у нас порядка где-то 10% рост в целом. Ну это и логично, наверное, потому что запасались все впрок, и алкоголь гораздо меньше, чем крупы, гречка и товары длительного хранения. Вот. Наверное, все, я готов ответить на вопросы. Да, да, да. Роман, а как в Новый год бывает? Какой рост? Я просто сравнить по алкоголю, интересно. Потому что мы, знаете... Примерно такой же. Примерно такой же, то есть сопоставимо, да? Такой же, я даже... Никита Вячеславович, я сразу, да, вас так это опережу немного. Я задался тем же самым вопросом. И мы посмотрели, у нас период с конца декабря до где-то вот с 7-8 идет полученный спрос января, это тоже 10%. Я могу вам попозиционно рассказать, какой алкоголь растет больше, какой меньше, но в целом это все равно 10%. Это 10%. Спасибо, да. Только это я вам вопрос задаю, Алексей, да. Ну, я думаю, что Никита Вячеславович тоже слышит нас. Если у него есть вопросы, он может спокойно тоже вам его переадресовать. Ну, большое спасибо, да. Это интересный просто срез. Мне кажется, что, во-первых, имел смысл вот этот вот мостик, который перебрасывали наблюдатели, аналитики, говоря о том, что вот это наша сейчас самоизоляция, это такая расширенная версия новогодних каникул, ну, может быть, просто с ограничениями в передвижении. А с точки зрения потребительской активности и вообще, ну, какой-то такой ментальной подготовленности, ну, как бы тяжелее, да, там, сложнее, наверное, психологически это неприятно, потому что мы к этому не готовились. Ну, опыт есть, как говорится, да, там, выходим, продолжаем работать, примерно, кстати, понимаем, как быстро к этому возвращаемся. Может быть, я не прав, но вот аналогии были. Наверное, правы и коллеги, которые говорят, что это все далеко не так просто, и я с этим тоже полностью согласен, но, тем не менее, знаете, как говорится, мы чуть-чуть подготовленнее, чем все остальные, так долго сидим на таких новогодних праздниках. Что касается ситуации в других регионах, то сейчас бы хотел подключить Алексея Сафрону, руководитель департамента торговли, развития потребительского рынка и Министерства промышленности и торговли Самарской области. Вот такой регион, очень большой, интересный, но хочется спросить, насколько ваши меры поддержки находят понимание у бизнеса. Какие самые частые обращения у предпринимателей, какие жалобы есть? Расскажите о вашей истории. Добрый день, коллеги. Ну, хотелось бы сразу отметить, что самарские регионы, конечно, когда готовили мы соответствующие меры по ограничениям, мы, конечно, взяли за основу те перечни товаров первой необходимости, которые у нас Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сформировало. У нас поэтому достаточно, скажем так, либерально, демократично работали и, собственно, магазины автозапчастей, и работали магазины, которые электроникой торговали товарами, как товары первой необходимости, детскими товарами. То есть мы не пошли по тому принципу закрывать и перекрывать кислород всей сфере ритейла. Ну, вот, в том числе у нас были и саженцы, и табачная продукция была разрешена. Ну, в целом, хотелось бы сказать, что...